Добрый вечер! В эфире Маслихат Лайф. Я ее ведущая Салтанат Унгар. А у нас в студии сегодня в гостях депутат областного Маслихата Бекенова Алмагуль Шубаевна. Добро пожаловать! Рахмет! Добро пожаловать! Я рада присутствовать в вашей студии. Тем более за эти полгода вы приглашаете меня уже во второй раз. И я думаю, что мне есть чем поделиться, что рассказать нашим актюбинцам. Как раз вы приходили в начале года, теперь уже конец года. Какие итоги? Что сделано, что еще не сделано? Вы знаете, итоги достаточно серьезные. Итоги достаточно большие. Потому что за этими итогами стоит огромный труд, наверное, многих людей, которые разрабатывают программы, строят дороги, строят дома. Ежедневно стараются улучшить нашу социальную сферу. И по показателям, так как я баллотировалась от партии Нуратан по партийному списку, я хочу сказать, что на сегодня свыше 500 пунктов нашей программы по дорожной карте занятости, они выполнены. Конечно, есть остальные пункты будут выполняться. Они имеют свойство как переходящий. Поэтому я думаю, что мы также будем внимательно наблюдать за тем, как притворяется в нашем регионе карта занятости. Та задача, которая была поставлена партия Нуратан совместно с госаппаратом нашей страны и нашей республики. А какие еще на следующий год переходят? Ну, естественно, что часть проектов, в которых занято строительство, инфраструктуры, строительство домов, строительство зданий, они не могут быть построены за полгода. Это будет некачественное строительство. Поэтому они идут с выполнением, например, на следующий год. Есть часть проектов касательно образовательной сферы. В части проектов были только задействованы, как, например, закладка ПСД, проектно-сметная документация. То есть каждый объект, который строится на государственные деньги, он должен проходить тщательный анализ, сбор информации. Только после этого должен начать строиться, чтобы не было ошибок. То есть, получается, те сферы, которые по плану должны, и они на следующий год переходят. А те, которые должны были в этом году закончиться, они уже, получается, все закончены. Оговорюсь, что не абсолютно все. Есть определенное количество объектов, которые не будут задействованы. Но тут немножечко другого плана. Например, я являюсь членом бюро партии Нуратан. Буквально месяц тому назад у нас проходило заседание Политбюро, на котором Аким области и члены Политбюро рассматривали те проекты, которые не будут исполнены. К сожалению, в таком негативном списке оказался Байганинский район. Там, получается, были риски по неисполнению дорожной карты по 10 пунктам. Естественно, после такого тревожного сигнала мы с рядом депутатов, с руководителями фракции сразу же на следующий день, рано утром, уже в 6 утра, мы выехали в Байганинский район для того, чтобы изучить, почему эти пункты, которые были заложены в данной программе, будут не исполнены. Но, к сожалению, есть такое понятие, как инвесторы, частное инвестирование. К сожалению, часть проектов, которые должны были заработать, часть предпринимателей не получили своевременно свои кредиты. А так как вы понимаете, что эта ситуация уже не зависела от самого Акима района, не зависела от других факторов, поэтому ряд проектов, они не то чтобы были сорваны, они были перенесены на будущий год. Поэтому эти проекты будут дорабатываться. Может быть, банки второго уровня посчитали проекты недостаточно рентабельными, поэтому было отказано. Это такой был проект, он был достаточно крупный, на котором предприниматель Байганинского района стоил этот проект 600 миллионов тенге, но он был не выполнен по производству кобыльевого молока. Вот такой вот один проект. И часть проектов, это там, где было несвоевременное финансирование, что касается районной больницы, которая находится в Байганинском районе. Мы тоже приехали. Предприниматель сказал, что готов даже довести этот объект за собственные средства, но это опять-таки нельзя делать по закону. Все средства должны осваиваться своевременно, срок согласно финансового плана. Поэтому буквально недавно проходила комиссия заседания по рассмотрению бюджета. На этой комиссии опять-таки вынесены были эти деньги и, скорее всего, этот объект будет профинансирован вовремя и закончен будет вовремя. Поэтому я думаю, что наша поездка в Байганинский район по горячим следам, она тоже какие-то свои результаты дала. Анатолий Шубавин, как раз по Байганинскому району, получается, у нас по области в нескольких районах открылись бассейны для детей. Насколько эти бассейны сейчас функционируют и работают? Вы знаете, я побывала уже в порядка пяти районов, и тот бассейн, тот спортивный комплекс, который построен в селе Караоке-Льды в Байганинском районе, он меня поразил, удивил и вдохновил. Я думаю, что в других районах тоже должны по этому же типовому проекту строить. Там настолько продуманный проект с шикарным, с 50-метровым бассейном, с подогревающейся водой, который не отличишь от хороших бассейнов, например, ворд-класса. Я сама занимаюсь спортом, ну, не так профессионально, любительски. И поэтому мне есть с чем сравнивать. Я бываю в Астане, в Ак-Тубе практически хожу. И когда я приехала в Байганинский район, увидела по параметрам почти такой же бассейн, он только немножечко уже, по длине, по глубине. Я думаю, этот опыт нужно брать на вооружение и во всех районах везде строить такие бассейны. К сожалению, вот мы были после этого в Тимирском районе, мы побывали в поселке Саркуль, там тоже строится спортивный комплекс. Но там нет бассейна. Вот вроде бы все хорошо для жителей, и это в радость. Но когда видишь, что если бы, например, заблаговременно вот этот проект был бы типовой, и он бы был во всех районах, и жители бы получили бы шикарные возможности заниматься спортом, оздоравливаться, то, думаю, это было бы хорошо. И там, в принципе, доплата не такая огромная. Вот мы спрашивали проект, сколько стоит. Он практически был почти такой же. Ну, я думаю, что это со временем, наверное, мы будем это продумывать, и следующие бассейны, спорткомплексы строить уже более современно. Алма Кульшубаевна, да, насколько он очень удобный, нужный, и открытие было весьма таким громким. Насколько дети там сейчас есть и ходят? Детей там очень много, потому что мы ездили туда в прошлом году, во время праймериза я ездила в прошлом году осенью, вот в такое же время, это был уже конец ноября, несмотря на такие холодные погодные условия, там было очень много детей. И в этом году мы уже когда были в начале осени, получается, опять-таки такая же картина. И потом я что хотела бы сказать. Вообще, Байганинская земля, она славится чемпионами. Там очень много ребят, которые, вот Казахшак Курис, которые наши национальные виды спорта пропагандируют. И я думаю, когда ребенок гармонично развивается, он тут же и плавает, тут же и занимается борьбой. И это все есть у них, понимаете, в этом спортивном комплексе. И детей там много, и людей там много, и здание теплое. Вот когда в здание не ходят, вот замечаете, мы вот приезжаем, например, на какие-то объекты, они холодные, они пустующие. А когда ты заходишь, и вот это... Человеческой теплоты, энергии нет. Вот эта вот высокая температура, накал вот этих страстей во время тренировок. Конечно, этим драйвом заряжаешься, и хочется, чтобы это было везде и всюду. Отрадно такое слышать, потому что были и недовольства от других районов, что да, открываются. У них такого нету, да, да, да. Но не функционируют, либо и не открываются такие заведения. Рада слышать такие новости. Ама Гульшубаевна, насколько, как часто вы встречаетесь с населением, и как они проходят? С населением мы встречаемся, конечно, хотелось бы чаще. Но в силу того, что карантин был, мы не могли чаще встречаться, поэтому эти встречи, наверное, происходят реже. Но у нас, соответственно, есть свой график приема граждан, куда приходят наши жители. Потом практически каждый месяц я выезжаю в район. Каждый месяц? Да, практически. Получается, что я вот побывала в Мартугском районе, я там тоже. Знаете, вот когда в Мартугский район я приехала, там как бы другая зарядка. Приезжаешь, такой район, он настолько активный, вот именно жители активные. Они активно занимаются бизнесом, они в это вовлечены. Мы приехали, там есть одно крестьянское хозяйство, выращивают клубнику. Там Агай ему 73 года. И вот мы с ним идем, он прям на равных. Он рассказывает, он тут же ругает своих сыновей, они говорят, они хотят брать кредиты, я им не разрешаю, потому что это должно быть так-то, так-то, так-то. То есть вот таких людей, которых 70, за 70 лет, которые активно вовлечены в свое дело, вообще сейчас очень редко же можно увидеть. Ну, в Мартуге есть, да, в Человодстве. В Мартуге какой-то драйв, потому что яблоневый сад там развели, пчел разводят. Мы туда приехали, они вот знаете, а мы, а мы, а мы, а мы то, а мы это, вот эти их молочные фермы. Там есть, конечно, у них и гиганты, как в виде айс, но наряду с этим очень много развивается крестьянских хозяйств. Вот эта вся продукция, которую они привозят, под знаком слова Мартуг, это уже знак высокого качества, который мы как потребители покупаем. Поэтому я, вот для меня Мартугский район оказался каким-то таким вот именно, знаете, предпринимательским районом. Я бы его вот так вот характеризовала, дай Аллах им, как говорится, упорство, труда, и чтобы они действительно вот других, наверное, научили так же работать и любить свою землю. Хорошо. А, Алмагуль Шубаевна, насчет... Можно просто Алмагуль, потому что я к вам обращаюсь с Алтанат, можете ко мне обращаться, Алмагуль, поэтому я думаю, тогда разговор вам будет даже более интереснее, динамичнее. Алмагуль, расскажите, пожалуйста, о туристических потенциалах нашего региона. Насколько это можно реализовать сейчас? Туристический потенциал в нашей области практически не раскрытый на сегодня. С этим, наверное, согласятся многие. Потому что, когда мы говорим Актау, мы сразу представляем Бекетата, например. Это исторические места, куда очень много приезжает половников. Они оставляют не только впечатление, но и какие-то финансовые средства. Мы, когда побывали в Байганинском районе, когда Аким район с таким удовольствием, с таким, знаете, восторгом рассказывал, оказывается, есть там такие места, которые они, их можно даже вот смело сравнивать и с теми с Актауской области. И поэтому в этом году, совсем буквально недавно, на той неделе, проходило заседание, где отчитывался со своим проектом управления предпринимательством. В этом году, на следующий год, мы же на три года бюджет рассматриваем, закладываются колоссальные средства управлению предпринимательством. Таких денег у них раньше не было. И деньги очень серьезные. Они именно идут на развитие туристической отрасли. Я даже могу перечислить. Это, получается, меловые горы Актулгай, пески Аккум, Бархан, водопад Хасхар-Алана, метеорит Жаманшин, метеорит Кратор, лес Аккай. Также, помимо этого, закладываются очень серьезные средства в управлении культурой, потому что все эти проекты, они как бы поделенные. Часть проектов, которые будут идти как просто туристически, как для отдыха, это у нас через управление предпринимательством. Часть проектов, которые имеют историческое значение, это Кубланд-Батар, Душан-Хазрет, Ханская могила, Есид-Коку-Ку-Ла, Абад-Байтак и Сатай-Батар, они будут финансироваться через управление культурой. Там тоже серьезные средства закладываются. Эта работа, к сожалению, за два года пандемии была приостановлена в силу того, что мы, беспокоясь за здоровье, естественно, не было никакого разговора, чтобы путешествовали, куда-то ездили. Но постепенно мы же тоже к новым реалиям приспосабливаемся. Поэтому уже со следующего года активно, массированно начнется разработка этих вот именно туристических проектов. Я думаю, что эти проекты будут жизнеспособны, об этом мы и говорим депутаты, если будет развита инфраструктура. Естественно, какой бы шикарный санаторий не выстроить, если туда нет дороги, туда клиент не доберется. Поэтому эта туристическая отрасль, она, конечно же, будет решаться через несколько бюджетов. Это через дороги, это через газификацию, через водоснабжение. И параллельно это получается, у нас будут создаваться сайты при управлении предпринимательством, в котором будет идти информационная, рекламная характеристика этих мест. Я поэтому думаю, все журналисты города, которые умеют писать, которые умеют красиво преподносить, должны участвовать в этом проекте. Потому что это есть возможность и заработать, и в то же время внести свой вклад в сферу туризма нашего региона. Дальше именно по туристическим у нас объектам, Чалкарское озеро, как решается эта проблема? Озеро Шалкар, оно может быть даже немножко не туристический объект, я бы его таким не назвала. Но озеро Шалкар, это, наверное, вот бывают якорные вещи в нашем сознании. Я думаю, что любой шалкарец, который родился и вырос на этой земле, он всегда озеро Шалкар, это детство. Поэтому вот мы побывали осенью, в начале осени в Шалкарский район выехали с группой депутатов. Мы ездили, ознакомливались, как идет ряд проектов, которые по дорожной карте занятости. Как раз-таки одним из данных проектов и есть восстановление озера Шалкар. Вы сами знаете, что это озеро, оно было достаточно полноводным, буквально 10-15 лет тому назад оно было глубиной до 15 метров. На сегодня Шалкар обмелел и всего-навсего 2 метра составляет глубина. Это экологическая катастрофа, потому что в том районе идет опустынивание. Мы ездили, мы смотрели, мы вот пешком вдоль этого берега ходили. Среди нас были и ребята, которые выросли, родились в этом месте. И они рассказывали, насколько много было там рыбы, насколько было вот это интересно. Это было место, где знакомились молодые люди. Это было место, где росли дети. Это было место, где создавались семьи. Поэтому такая ностальгия у многих шалкарцев. Но я думаю, что, конечно же, природу не перехитришь, природу не переспоришь. Когда мы начали узнавать более подробно, все-таки проблемой, из-за чего возникла эта проблема экологическая, все-таки это сработал человеческий фактор. Потому что там в районе находятся карьеры щебеночные. Естественно, мы должны строить дороги. Естественно, мы должны развивать эти щебеночные карьеры. И в это время такая ситуация происходит, что когда вот эти карьеры меловые, вот эти горы взрываются, ну, я не специалист, я не могу, может быть, точно выражаться, но как журналист я могу сказать, что нанесен был урон природе. И поэтому вода стала не поступать, и озеро стало постепенно мелеть. Поэтому мы сейчас эти ошибки исправляем. Проект очень дорогой, он рассчитан на несколько лет. Он стоит порядка 4,5 миллиардов тенге. Первые 1,4 миллиарда тенге уже осваиваются до конца этого года. Вычищается русло озера. И вот эти вот прибрежные районы, они вот эта вот песчаная, которая насыпь, она убирается. За счет этого планируется, что вода вернется в это озеро Шалкар. Данная работа ведется с республиканского бюджета. Да. Теперь, Ломакуль, скажите, именно по рекам нашего Актюбинска, что решается, что делается? И у нас та же проблема. Да, у нас есть эта проблема, но это работа большая, это работа комплексная. И результаты этого всего ощущаем мы в первую очередь жители, вы знаете. Потому что те же реки, то, что огибало, например, город Актюбе, когда стало усыхать, очень много было резонансных статей, очень много было материалов, которые выходили. Мы постепенно это все восстанавливали. Но, естественно, то, что было, например, за много лет, за несколько лет, за 10 лет, который, например, был нанесен ущерб, за один год этого не исправишь. Поэтому, я думаю, тут и перекосов не должно быть. Например, помните, был какой-то год, когда открыли шлюзы, запустили воду, и получается, что у нас часть районов города, вот эти дачи, которые, они все ушли под воду. 2017 год? Да, 2017 год. Ахамбетовка? Буквально 5 лет тому назад. Поэтому, я думаю, что тут должен быть вдумчивый подход, комплексный подход. И тут должны работать инженеры, и причем хорошие инженеры, для того, чтобы это действительно правильно восстановить ту систему природы, которая была нарушена именно человеком. Да, и мы тут не можем не сказать, что да, тут есть человеческий фактор тоже. Да, да. И это, конечно… Обидно, прискорбно. Ну, вы знаете, в то же время во всем мире тоже замечаются такие вот очень много моментов, например, что идет потепление, эти факторы, от которых уже мы не зависим. Мы относительно небольшой регион касательно большого мира, поэтому мы, наверное, как все жители планеты, какие-то изменения и в клеммате чувствуем, изменения и в своей водной структуре. Потому что даже те реки, которые не трогали, они же тоже стали сами по себе мелеть. Я, например, будучи маленькой девочкой, я всегда приезжала в Тимирском районе, у нас был городок Тимир, поселок Тимир. Там маленький поселок, а вокруг было две речки и два озера полнокровных. К сожалению, эти реки тоже мелеют. Но там как бы никаких производственных работ не производилось, промышленности нету, а вода куда-то уходит. Я думаю, что все-таки, наверное, есть и природный какой-то фактор, в котором должны разбираться именно ученые, экологи и инженеры. Пока все не высохло. Да, пока все не высохло. Водный баланс, конечно, он стремительно уменьшается. И она сказывается все равно в летние времена на нашу погоду, на наш воздух, на климат, на все. И на здоровье наших жителей, конечно. Ну, это, конечно, это само собой, это аллергия и все сопутствующие вещи, которые негативные, которые мы сейчас наблюдаем. Амагуль, вы заговорили вот, между слов, о заседаниях, что у вас очень много бывают эти заседания. И порой наши зрители, народ думают, ну, чем занимаются депутаты на заседаниях? Вообще, чем они в целом занимаются? Поднимают руки, опускают руки, соглашаются или все, на этом сидят? Даже некоторые скажут еще громче, просто спят на этих заседаниях. На самом деле, как заседания ваши проходят? Есть ли такие у нас депутаты, которые оспаривают, какие проблемы какие-то, и это в основном какие проблемы? Можно я немного пошучу на эту тему? Давайте. Мы не спим, потому что у нас очень холодное здание, вот этот кабинет, в котором проходит наше заседание, оно действительно прохладное. Там действительно насчет тепла как бы поменьше, чем в остальном здании областного Акимата. Ну, это шутка, конечно. Но, вы знаете, я не могу согласиться с тем, что люди спят. Просто люди видят же картинку. Я сама телевизионщик, и причем телевизионщик с большим стажем. Естественно, грязные кадры мы, например, в эфир не пускаем. Картинка должна быть правильной, картинка должна быть четкой, картинка должна быть красивой. От этого зависит и рейтинг любого телеканала. И, естественно, картинка в конце всегда выходит четкая, хорошая, красивая. А вот этот рабочий материал, который остается вне кадра во время заседания, он остается просто-напросто вне кадра. Я хочу сказать, что мы работаем относительно недавно. У нас же первый год созыва. Но у нас уже есть свои активисты. Среди моих коллег. Это Баян Сарсембина, вы наша коллега. Сергей Вишняк у нас очень активный. Асхат Абдрахманович у нас очень активный. У нас много активных депутатов. Дело в том, что все депутаты одномоментно на комиссии не приходят. Мы, депутаты, поделены по отдельным комиссиям. И получается, в каждой комиссии порядка 5-7 человек. И вот, например, у каждой комиссии свое направление. Мы обсуждаем, например, свою тему. Например, социальная сфера, они свое обсуждают. Мы, например, этикет правопорядок, законность правопорядок. У нас свои вопросы. И поэтому, наверное, не везде эти жаркие баталии вспыхивают. Потому что очень много рабочих моментов. Но есть и пассивные депутаты. Но, может быть, они не просто пассивные, а просто есть люди, которые много не говорят. Я таких тоже знаю коллег. Но они другой весомый вклад вносят. Например, они больше оказывают, может быть, какую-то даже спонсорскую помощь, меценатскую помощь. А это тоже немаловажно. Потому что не все люди могут говорить. А есть люди, которые говорят, например, они более как идеологи. А есть люди, которые незаметно, кропотливо, изо дня в день вносят свой тоже незримый, но очень важный вклад. Поэтому, наверное, это как в школе, это как в классе. Есть активисты, а есть, например, середнички. А есть люди, которые, ну, я не могу назвать их там, что они там плохо занимаются. Но каждый вносит свою лепту, потому что каждый из нас шел со своей задачей. И вот что касательно пассивности, вот то, что вы говорите, вообще этот созыв, он вообще получился у нас очень интересным. Потому что каждое свое движение мы отчитываемся. То есть такого нет, что тебя вот избрали, и сиди ты себе спокойненько. И никто тебя не тронет. Нет. Праймерис был очень активный. Очень такой, знаете, мы вот везде ездили, везде ходили, везде себе показывали. И для сейчас, для того, чтобы остаться в рядах депутатов, ты опять должен проявлять активную позицию. Есть какой-то КПИ? Да. Есть у нас этот КПИ, он идет по линии Нуратан. Если, например, депутаты будут набирать мало баллов, то это депутата могут убрать. Потому что во время прайсбера есть партийные списки, на которых, опять-таки, за каждое место, там, чуть ли не 15-20 человек желающих. Поэтому, как бы, у нас конкуренция будет, наверное, все наши пять лет к нашей выборной. Магуль, а что побудило вас участвовать в выборах в депутаты? Вы знаете, мне этот вопрос всегда часто задают. И часто задают мои подруги. Они всегда спрашивают, тебе за это деньги платят? В принципе, у вас была возможность и есть возможность вообще высказать свое мнение, где-то поправить, где-то внести свою лепту. Но вот почему вы пошли в депутаты? Почему я пошла в депутаты? Потому что изначально, наверное, со школьных лет у меня были очень-таки активные учителя. Я была в рядах комсомола. Ну, это в наше время такое было. Я была командиром отряда у себя в классе. И вот этот какой-то, наверное, школьный задор, он остается на всю жизнь. Школа – это вообще фундамент всего. И получается, что после окончания института я опять-таки пришла на областное телевидение. Начинала с самого рядового репортера. Я работала в новостильной службе. Я создавала ряд проектов. Часть из них были женские проекты «Мир женщины». Создавала женский журнал. Далее я работала на госслужбе. Я год работала начальником отдела внутренней политики. И доросла до директора областного телевидения. То есть карьерный рост по тем временам для молодой женщины, которая пришла там 25 лет на телевидение и в течение 10 лет стала директором областного телеканала. Это было очень шикарно по тем временам работы. И поэтому так случилось в моей жизни. Моя мама, она сильно заболела. Это был такой период. На тот период я работала в городе Астана. Я являлась главным продюсером телеканала «Казахстан» в Астане. Я вела 7 очень сильных, очень мощных проектов. И получается, что я беру отпуск, прилетаю домой, и в это время заболела моя мама. Заболела она очень серьезно. У нее был геморрагический инсульт. И у меня обстоял выбор. Или спасать семейное дело, бизнес, или возвращаться и заниматься своей карьерой. Естественно, если бы я оставила бы свою семью, свою маму, то ее многолетние труды, они бы тоже ушли, как вода в песок. Я сделала выбор в сторону семьи. Я стала заниматься бизнесом. Я бизнесом занимаюсь уже 12 лет. Это, наверное, своеобразная, наверное, ущелье в моей жизни. И так как была огромная наработка, был огромный опыт, вот знаете, вот не могу я просто заниматься только бизнесом. Вот знаете, знание-то есть, знание-то пруд. И вот куда-то же это надо приложить. И мой первый опыт, я пробаллотировалась, пошла, баллотировалась в городской Маслехат, в город Ак-Тюбе. Когда я пришла в городской Маслехат, я поняла, что это мое. Я это чувствую, я это знаю. Я знаю жизнь со всех сторон. Я знаю ее и как предприниматель. Те проблемы, с которыми ежедневно сталкивается малый и средний бизнес. Я знаю с другой стороны, я знаю социальную сферу. Когда я работала журналистом, я работала уже в новостях, и практически все время мы эти болезненные точки выявляли среди населения и старались найти пути решения, как и вы. Поэтому я, наверное, с чистой совестью, два созыва в городском Маслехате, и вот третий созыв, вот это уже в областной Маслехате я пришла. Я думаю, что как бы мое место среди депутатов, оно как бы по праву заслужено, заработано, вот действительно в силу своей какой-то активной жизненной позиции. Амагуль, на этом наше время заканчивается, но я рада была с вами. Да вы, что уже заканчивается, так быстро. Быстро полчаса пролетели. И разговор был очень интересный, надеюсь, что и для зрителей он был полезным и интересным. Спасибо вам большое. Надеюсь, что вы и так же будете, как и были, когда журналистам, так же помогать нашему народу, так же отзывчиво отзываться на их проблемы. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Салтанат. Полминуты есть у меня? Если у меня есть полминуты, я хотела бы поздравить наших всех казахстанцев в этом году. Нашей независимости исполняется 30 лет. Это такая замечательная дата. И я хочу пожелать, чтобы наши 30 лет, которые мы прожили в мирное, замечательное время, когда мы созидали, каждая из нас, кто-то строил, кто-то строил дороги, кто-то строил школы, чтобы вот этот дух созидания оставался всегда с нами. Мы молодая относительно нация. И дай Аллах, чтобы впереди следующие 30 лет были более успешные, более продуктивные. Вот я, Салтанат, на это надеюсь. Спасибо большое. И на этой ноте мы заканчиваем нашу программу. До новых встреч.